Ну, а я с удовольствием приглашаю, и у нас уже появляется в нашем эфире наш эксперт по Турции, Лилия Алтоп, совладелец и руководитель компании Алтоп Real Estate из Турции. Лилия, здравствуйте. Я чувствую, что я вас вижу, но не слышу пока. Вижу, но пока не слышу. Давайте пробовать чего-то сейчас настраивать. О, вот теперь, наверное, слышу. Сейчас слышно. Сейчас слышно, превосходно. Отлично, отлично. По Турции тоже огромное количество вопросов, и тут нервная история. Я даже не знаю, каких вопросов больше туристических или от людей, которые хотят приехать. Рассказывайте. Рассказывайте, во-первых, что там у вас происходит, потому что что-то в конце апреля новости приходили не самые обнадеживающие, уж прямо скажем. Да, конечно. Турция, как и многие другие страны, тоже сражается с пандемией, и очень оперативно были приняты меры. Первый случай был выявлен 11 марта, после чего сразу же уже 16 марта закрыли все учебные заведения, детей перевели на онлайн-обучение, закрыли торговые центры, мечети, детские площадки, запретили пробежки, закрыли пикниковые зоны, спортивные площадки. То есть остались работать только маркеты, аптеки, больницы, ну и некоторые госучреждения, которые необходимы просто жизненно. На данный момент мы пользуемся всем масками. Маски до сегодняшнего дня раздавали бесплатно. Теперь правительство приняло меры, чтобы маски продавали по определенной цене, чтобы не спекулировали на этом продукте. В маркет пускают только с масками, на рынок также пускают только с масками, везде стоят дезинфекторы, моют улицы. И у нас, не знаю, может быть, вы уже слышали, каждый выходной комендантский час. То есть нам не разрешают выходить вообще на улицу, да, только разрешено выйти за хлебом. И даже здесь правительство приняло меры и местные власти нам даже развозят хлеб, анонсируют, что если есть желающие, пожалуйста, спускайтесь прямо к вам, к дому подъезжает эта будка с хлебом, можно его купить. Вот, с 28 марта были прекращены внутренние и международные авиасообщения, как с другими странами, так и внутри страны. До 4 мая было запрещено передвигаться по стране без особого разрешения на наземном транспорте, то есть на автомобиле. Нужно было обязательно получить разрешение. И хочется теперь сказать радостную новость, что 4 мая наш президент Айбердуан в прямом эфире на пресс-конференции заявил, что у нас меры стали ослабляться, так как значительно снизилось количество заболевших и очень стремительно увеличивается количество выздоровевших. Поэтому в связи с этим нам разрешили уже передвигаться по нескольким провинциям на автомобиле пока что без разрешения. Пока закрыта Анкара, Стамбул и Измир только. Но с 7 других провинциях уже это ограничение сняли. Разрешили выходить в определенные дни, в определенное время детям от 0 до 20 лет. И пожилым людям вот в это воскресенье, кстати, от 0 до 14 лет можно выходить сегодня с 11 до 15.00. Пожилым людям можно будет выйти в воскресенье в то же самое время с 11 до 15.00. Как будет дальше, конечно, посмотрим, но тем не менее мне это очень понравилось. Почему? Потому что у нас будет тотальный карантин, то есть мы будем закрыты в субботу-воскресенье, но пожилым людям именно разрешили выходить в это время. То есть государства даже такие шаги продумывают и очень оберегают своих людей старше 65 лет. Лиля, скажите, пожалуйста, вот сейчас в СМИ очень активно проходит информация о том, что власти Турции всеми силами пытаются, насколько это возможно, спасти туристический сезон. Понятное дело, что Турция как страна, для которой туризм огромную роль играет, для некоторых провинций, для Лани это просто, есть туризм, нет туризма в жизни. Вот какая информация у вас есть сейчас об этом? Понятное дело, что когда разрешат выезд из России, из Украины, это отдельная история. А вот в самой Турции, о чем говорят и что может быть здесь? Ну, я хочу сказать, что у нас некоторые отели открыты. Вот, например, некоторые из Риксосов даже, я знаю, у меня знакомые даже там побывали в Риксосе в Анталии. Только, конечно, меры осторожности там принимаются уже очень внимательно. Шведский стол уже, наверное, не увидят в этом году наши тристы, я так предполагаю. Скорее всего, это будет Ада Карт, либо там другие какие-то будут предложения. Но шведского стола, я думаю, что все-таки не откроют эту систему. Ну, как бы отдыхать можно сейчас, выбрать отели, но там у всех будут свои условия. То есть размещение, чтобы люди не контактировали и так далее. А я имею в виду, вот есть ли какая-то информация вот с вашей стороны, ну или вот там, может, из руководителей страны кто-то выступал, когда хотят открыть сезон, когда планируют, вот что называют, какие цифры, как это источник? Я слышала новость, это неофициально, но я думаю, что ее подтвердят. Во-первых, у нас сейчас идет пост Рамазан. До окончания Рамазана я не думаю, что вообще что-то будет открываться, потому что Рамазан – это такой праздник. Который турки, это самый основной праздник, в принципе, у мусульман, это тоже все многие знают. И все любят друг к другу ходить в гости, встречаться. И чтобы не повлечь второй волны, я не думаю, что до окончания Рамазана нас откроют или там разрешат свободно перемещаться или ездить в отель и так далее. Это же конец мая, по-моему. Да, конец мая. Если я не ошибаюсь, 22 мая у нас, да, это последний день. И уже, скорее всего, после Рамазана начнутся прям такие уже хорошие послабления, и мы постепенно вернемся в нашу прежнюю жизнь. И есть такие новости, что в середине июня Турция планирует открыть авиасообщение с Германией и с Россией. Но это наша сторона. Да. А откроют ли Россия и Германия, это будет видно уже потом. Ясно. Скажите, я правильно понимаю, что вы сейчас находитесь в офисе? Да, я нахожусь в офисе и не уходила с него, могу так вам сказать. Сначала поддумали. И не закрывали его, да? Так как офис наш, в нашей собственности, у нас трехэтажный офис, менеджеров мы отпустили на удаленную работу, потому что рисковать сотрудниками не хочется. Некоторые добираются из других районов. У нас офис находится в центре Алани, из разных районов к нам приезжают наши менеджеры. Поэтому мы наладили очень хорошую систему работы дистанционных. Ну а я, как руководитель, как собственник агентства, как собственник нашего офиса, имею право здесь находиться. У нас трехэтажный офис, муж мой наверху находится на верхнем этаже, я на нижнем. Но тем не менее мы на работе, да, были открыты, работали все время. Да, скажите, вот к вам сейчас приходит, и вот ваша коллега из Испании сказала, что нужна некая предварительная договоренность, вот такие меры приняты. Как у вас это происходило? И условно говоря, человек сейчас проходит мимо, видит какое-то объявление, которое ему понравится, стучит, хочет зайти. Вот как будет? Нам было запрещено, ну и сейчас запрещено, в принципе, ну пошли, конечно, уже послабления, что нельзя находиться в одном помещении более трех человек. И, конечно же, с масками. То есть, да, меры предосторожности нужно соблюдать. Например, если я буду сидеть в маске, и ко мне придет человек, мы будем с ней находиться на дистанции два метра, полтора-два метра в масках, то никаких законов мы не нарушим такой встречей. Но мне должно быть более трех человек, то есть общаться мы можем с ними. На практике были такие встречи? На практике были такие встречи? У нас были клиенты в тот момент, когда уже все закрыли, но кадастровое управление работало, мы уже в боевых, так сказать, условиях закрывали сделки, брали онлайн-рандеву в кадастровом управлении. Нас не пускали уже в это помещение, все передавалось через окошко, какие-то документы делались онлайн, но мы закрыли. Это как раз уже было вот прям такой пик-пик-пик в самой пандемии. Да, мы в масках были, то есть более трех человек не разрешали вообще находиться вместе, но тем не менее, то есть как бы работа наша продолжалась. Ясно. Скажите, опять же, мы с вами разговаривали на прошлой неделе, вы сказали, что у вас сделки завершали. Да, да, я хочу сказать. Я от тебя лично хочу сказать, я ожидала худшего. Спрос, конечно, снизился, я слукавлю, если скажу, что спрос точно такой же, как был до пандемии. Но те, кто планировал приехать, они сейчас просто ждут открытия границ. Никто не отказался, ни одной сделки мы не аннулировали, абсолютно ни одной. Два-три случая у нас были, мы просто поменяли график оплаты, обсудили это с застройщиками, перенесли какие-то даты. Должны были тоже нам поступать оплаты, мы тоже их отсрочили, но отказов не было. Заявки также продолжают, поступают к нам. И, ну, я думаю, не секрет, что в Турции очень много преимуществ для приобретения недвижимости. У нас это не только курортная недвижимость, может быть, вы знаете, что, ну, наверняка вы знаете, конечно, что недвижимость в Турции можно покупать как для получения гражданства, для инвестиций, да. То есть не только именно для отдыха, для туризма. Лиля, смотрите, я сейчас прочту одну новость, а после этого задам вопрос. Вот новость буквально недавно опубликовали. Она, значит, Harriet Daily News опубликовала информацию, что цены на частные дома в Турции с начала эпидемии в стране подскочили на 25%. И эксперты предупрекают рост спроса на эти объекты в сельской местности и курортных регионах. Но речь идет о росте цен, наверное, в мирах, поэтому здесь к этой информации надо относиться в любом случае несколько осторожно. Но тем не менее, давайте поговорим о ценах, да, вот именно о ценовой истории. Получается, вот есть такая тенденция или мнение такое, что напуганные вот всей этой историей люди будут квартирам предпочитать по возможности виллы. Допускаете ли вы такую историю в Турции, с учетом того, что все-таки вилла в Турции, особенно на побережье, это очень редкий товар? Да, в Алании небольшой выбор, особенно в хороших вилл, в хороших комплексах, он немножко ограничен. Во-первых, все виллы строятся в основном далеко от моря, первая линия, она застроена в основном, это квартирные дома, комплексы. Конечно, люди пересмотрели ценности и хотят находиться более в таких надежных, так сказать, условиях, проживать и не быть закрытыми в своих помещениях. То есть выходить на улицу, пользоваться бассейном, чтобы дети их не сидели дома, смогли спокойно выходить на лужайке, я не знаю, посидеть, просто пожарить мясо, да, где-то какой-то маленький мини-пикник себе устроить. Конечно, вилла – это всегда комфорт, было и есть, и будет, потому что человек работает для того, чтобы жить потом в дальнейших условиях, если есть возможность, почему не покупать виллу? Это, конечно, преимущество, но не все имеют, конечно, возможность, но что касается повышения цен на виллы, земельные участки, в Алании, во всяком случае, такого нет, и в Анталии я такого не слышала. Напротив, на стройках сейчас цены заморожены, повышение цен не предвидится, но и снижение цен я тоже пока не вижу, просто есть акции, бонусы какие-то, гибкие схемы оплаты, но чтобы вот был обвал цен, такого нет. Они были всегда ведь, ну, в Турции, в Турции всегда предлагают. Можно ли сказать, что все-таки история за последний месяц-полтора как-то изменилась? Хотя, вот видите, сейчас же самый горячий сезон, вот сейчас же обычно покупают. Да, конечно, особенно на майские праздники у нас всегда было очень много работы, выходные, очень большие каникулы были в России, и этой возможностью люди пользовались и прилетали как раз вот в этот период для просмотра недвижимости. Вот как сейчас, на ваш взгляд? Как эта история? Я сейчас имею в виду именно вот ценовую, то есть начали ли быть более гибкими, чем, скажем, там, 2-3 месяца назад, или по большому счету то же самое? Если брать сроки оплаты, да, планы оплаты, рассрочки, например, если застройщик давал на готовый объект рассрочку 6 месяцев, он ее может, можно с ним сейчас договориться на рассрочку на 12 месяцев. Если, скажем, стройка заканчивалась в конце года, то рассрочка была до окончания строительства, сейчас ее могут продлить плюс 6 месяцев сделать, да, гибкие какие-то условия. Если первая предоплата должна была быть порядка 10-30%, то сейчас мы за тысячу даже зарезервировали квартиру, например, и ждем открытия границ, чтобы человек приехал и привез, скажем, там, оставшуюся 20%. Раньше таких условий особо не делали, так сказать, это нужно было очень потрудиться, провести очень такие плотные переговоры, обязательно бралось во внимание, какой график оплаты дальше будет, и исходя из этого предлагали. А сейчас можно действительно на хороший объект, на который никогда рассрочку застройщик не давал, ее можно сейчас получить, можно с ним договориться в связи с этой ситуацией, и это тоже очень большой плюс. Плюс мы от себя, от нашего агентства, имея такую возможность, делаем тоже бонусы нашим покупателям, предоставляем, там, скажем, бесплатное проживание на момент приезда, некоторым оплачиваем авиабилеты, потому что я думаю, что они подорожают у всех очень существенно. То есть такие вот небольшие бонусы, которые будут приятны нашим покупателям. Скажите, пожалуйста, а вы сказали про застройщиков, а рынок вторичной недвижимости, вот сами турецкие собственники, да, понятное дело, что они не всегда владеют чем-то таким вау в Алании, но многим же покупателям это и не надо, многих и за 40, за 50 тысяч долларов. Конечно, конечно. Вот пошла ли здесь какая-то тенденция, тем более, что видите, цены в лирах или цены в рублях, говорю в рублях, в лирах, в евро, это тоже своя тенденция. Да, 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 да. Валюта у нас сильно очень выросла по сравнению с даже с мартом месяцев. Выруска не упала? Евро, евро, валюта. Нет, 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 вы сейчас говорите, а, вы говорите про евро, а я подумал про лиру. Нет, 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 валюта. Турецкая лира, она упала. Турецкая лира упала, да, валюта выросла. И с марта месяца по май это где-то порядка 10%, 10-12%. И у нас действительно есть недвижимость, которая продается в турецких лирах. Ее не так много, но она есть, и есть действительно очень хорошее предложение, на которое стоит обратить внимание. Собственнику неважно, то есть какая будет валюта, им его лира устраивает. То есть он не привязан там к евро, либо к доллару. И в договоре мы также прописываем именно турецкие лиры, если собственник просит турецкие лиры. Получается, что недвижимость с марта месяца по май месяц ниже сейчас порядка на 10%, если конвертировать в евро. Но нужно понимать, какой у человека был доход. То есть если у человека был доход тоже в валюте, то для него это сейчас очень выгодно. Правильно ли я понимаю, ну а сколько таких вот людей, которые... Это вообще турецкий продавец, да, скорее всего? Да, это в основном, да, турецкие граждане, которые продают недвижимость. Может ли у него быть в собственности объект, который более-менее интересен и который может рассматриваться именно как курортная недвижимость? Конечно может, конечно может. Я такой, может быть, маленький секретик вам открою. У нас многие застройщики расплачиваются с подрядчиками либо за какие-то там материалы квартирами. И расчет идет в лирах с ними, да. И, то есть, а это хорошие очень квартиры, да, в хороших престижных комплексах. Не во всех, конечно, потому что некоторые застройщики строят только сугубо на свои... За свои наличные деньги, никакие кредиты стараются этим ничем не пользоваться. Но есть такие комплексы, в которых застройщики расплачиваются именно недвижимость. То есть, например, да, поставка окон и храм, и он просто расплатился, скажем, квартирой. И подрядчику выгодно продать эту квартиру в лирах, то есть он не привязан к евро. И это действительно такие предложения попадаются в хороших комплексах, хорошие квартиры, на которые стоит обратить внимание. Ну, я так понимаю, что, собственно, здесь снижение, ну, снижение не именно в евро идет, то есть в лирах человек просто... Да, за счет того, что, да, евро вырос, да, и разница между мартом и маем порядка 10%. Количество таких предложений, насколько оно велико? Порядка 10%. Оно не такое большое. Порядка 10%. Но они есть, поэтому вот мы делаем рассылки нашим клиентам, индивидуально им, с нашими клиентами работаем, подбираем эти объекты, отправляем. Они даже к нам иногда не попадают на сайт. И такие объекты в основном у нас продаются онлайн, даже так вам сказать. То есть мы его отправляем в этот объект, делаем онлайн-презентацию, заключаем сделку даже дистанционно, потому что они улетают очень быстро. Скажите, а вот эти объекты, я правильно вас понял, что если они изначально попадают на рынок в результате некоего взаимозначета с каким-то подрядчиком, то это вполне может быть и новостройка? Конечно, конечно, да. Я имела в виду, что в хороших комплексах такие иногда квартиры выстреливают. Но они очень быстро продаются, они, поверьте мне, даже практически на сайт к нам не попадают. У нас просто есть список наших клиентов, которые ждут горящие предложения, которые готовы купить дистанционно, потому что не все идут на этот риск. И я понимаю, конечно, человек должен перейти определенный барьер, потому что это опасно все-таки покупать недвижимость, которую вы не видите. И нужно работать здесь действительно с надежным агентством и немножечко ориентироваться в рынке недвижимости. Но тот, кто, например, у нас есть клиенты, которые приезжали по третьему разу в ознакомительный тур, приехали, посмотрели, шесть месяцев прошло, они опять вернулись, потом еще раз через шесть месяцев приехали. То есть ознакомительный тур у нас ни к чему не обязывает. Мы рады встретить клиента, даже если он не будет ничего покупать. Мы его также встретим, как и потенциального покупателя, ничего от него не требуя, бесплатно все покажем, расскажем, ознакомим с рынком. И он уже ждет горячий объект, то есть он ориентируется в объектах недвижимости, он уже понимает, что ему нужно. И когда мы ему отправляем горячий объект, он его с удовольствием покупает дистанционно. Можно ли ожидать, учитывая, что многие стройки в Турции все-таки, ну и ценообразование в Турции в определенном смысле, оно в лирах проходит, можно ли ожидать, что через два-три месяца все-таки, когда, надеюсь, сезон в той или иной смысле откроется и можно будет откроется. Ну, Славов, дай бог. Откроется, я верю в это. Вот после этого можно ли, на ваш взгляд, ожидать каких-то изменений на рынке недвижимости ценовых, более-менее масштабных? То есть, вот вы сказали, что уже сейчас появились более интересные предложения, связанные с рассрочкой, а с ценами, если мы берем цены в евро, в долларах, потому что для россиян, скажем, это тоже важно, потому что не только лира, к сожалению, упала за последний месяц. Конечно, конечно. Ну, Филипп, мои ощущения, я просто вспомню 2015 год, 2018 год, историю с самолетом, потом также было падение турецкой лиры, на цене это никак не отразилось. То есть, даже вот такие вот кризисы, они никак не повлияли на стоимость. Да, были акции, бонусы, небольшие какие-то рассрочки, гибкие планы оплаты, была недвижимость на вторичном рынке немножко занижена, но это волатильный рынок, вы сами понимаете, да, на вторичный рынок влияет больше человеческий фактор. То есть, если собственник нуждается в деньгах, ему нужно срочно продать, он будет снижать стоимость, соответственно. Но это было во все времена, это не нужно даже приравнивать к кризису. То есть, финансовые какие-то проблемы, семейные проблемы, да, человеку нужно срочно обналичить свою квартиру. Это вообще, то есть, другой рынок вторичный, там все очень динамично. Но что касается новостроек, что касается недвижимости на стадии строительства, таких снижений цен не было ни в 2015 году, ни в 2018. Я думаю, что этот кризис тоже особо не повлияет, потому что преимуществ очень много в Турции для приобретения недвижимости. Окей, давайте перейдем, ну, несколько вопросов зададим, а потом перейдем к объекту. Значит, ну вот только хотел задать вам вопрос, а Ирина, коллега ваша, уже ответила. Значит, но все равно по поводу резервации квартиры, тем более, что эту историю можно наверняка делать удаленно и, собственно, этим пользуются. Тысяча евро, вот о которой Ирина написала, это универсальная сумма или в некоторых случаях все-таки требуется больше? Потому что я слышал, что иногда и большие суммы берут, все зависит от объекта. Я даже бы сказала, не от объекта зависит, а от того, когда готов приехать покупатель. Например, если покупатель готов приехать, ну, мы не берем сейчас, да, ситуацию с пандемией, а вот наша обыкновенная стандартная резервация, онлайн-резервация покупки недвижимости. Если человек готов приехать в течение недели либо 10 дней, достаточно и 500 евро, чтобы зарезервировать эту квартиру, снять ее с продажи и больше никому не показывать. Но если же речь идет и о том, что человек приедет через месяц или через два, то тут, конечно, тогда для резервации мы будем просить более крупную сумму, да, в процентном соотношении, скажем, 10, 20, 30 процентов. Я бы это привязала больше к тому, когда приехает покупатель и когда будет второй взнос. То есть рассматривается план оплаты. Для первоначального взноса мы рассматриваем план оплаты. И уже исходя из этого готовы даже за 500 евро зарезервировать квартиру. Окей, интересно. Лилия, давайте сейчас тогда мы поговорим, покинем ненадолго Испанию. Это Испания, а вот у нас Турция. Поговорим о том объекте, который вы выбрали, как тот вариант, который сейчас может быть интересен. Да. Пожалуйста. Ну, на сегодняшний день я бы сказала, что этот комплекс, он очень привлекательный именно своими предложениями и преимуществами. В первую очередь в этом комплексе, это единственный комплекс, где застройщик дает гарантированную аренду на 3 года. И он это делает неголословно, подписывает. После сдачи комплекса будет сразу подписан договор аренды. И человек будет получать 6 процентов годовых. Это первое. В какой валюте? В евро. Да, 6 процентов. От стоимости квартир 6 процентов годовых. И будет сразу заключаться контракт после сдачи комплекса. И мы даже обсудили застройщикам ситуацию, похожую на сегодняшнюю, да, если в случае пандемии. Что будет с гарантированной арендой? Он сказал, что это не повлияет ни в коем случае на выплаты гарантированной аренды. То есть даже эти условия мы пропишем договоре. Это очень большой плюс, потому что мало кто на это идет. Мы просто уже несколько квартир продали. Именно с этой целью люди приобретали. И как раз вот эта ситуация повлекла эти вопросы. Простите, а когда когда сдача? И я правильно понимаю, что деньги, ну, договор будет подписан. Вы сказали, в тот момент, когда комплекс дан уже будет. Это когда? Да, конечно, конечно. Как только его начнут эксплуатировать, этот комплекс, заработает вся инфраструктура, соответственно. Сразу с собственниками подписывается договор. Кто хочет сдать в управляющую компанию с целью прибыли и отдачи в аренду, сразу будет подписан договор с управляющей компанией, и они будут получать деньги сразу за год вперед. А срок какой? Три года. Три года. Срок сдачи этот объект, когда будет достроен. Сдача комплекса планируется на 5 мая 2021 года. Да, соответственно, сейчас есть рассрочка вот на год получается. И в этом комплексе можно взять еще плюс 6 месяцев, кстати. Но это с учетом резервации квартир до конца мая. Ну, то есть, как бы, ты можешь... Вот, смотрите, давайте так. Вот, предположим, человек хочет, тем более поступил вопрос, пошагово с обозначением срока, как происходит покупка недвижимости через вашу фирму. Вот на конкретном примере. Вот, там, я вижу цену 59 тысяч, я понимаю, там... Здесь была стоимость в этом комплексе от 49 тысяч евро. Уже не осталось этих квартир. От 50, то есть, потому что многие на сайтах не обновляют информацию. Нам вот недавно задали этот вопрос, почему на других компаниях стоит 49, а у вас 59. Потому что мы обновляем прайс-листы. У нас очень активные прайс-листы. Мы следим за продажами и стараемся сразу обновлять информацию. Были квартиры от 49, сейчас от 59, но это уже верхние этажи. И видовые характеристики у всех очень хорошие. Комплекс тоже, инфраструктура будет просто замечательная, отельного типа. Для аренды подходит идеально. Локация тоже у этого комплекса очень хорошая. Видовые качества, как я уже сказала, тоже интересные. Все квартиры будут с хорошим видом. Никто не сможет там в соседний дом и так далее. То есть, там нет никаких подвохов. Вот, но уже остались просто верхние этажи. Цены здесь тоже пока заморожены. Никаких повышений ожидалось, но в связи с пандемией это тоже очень большой плюс. Повышение цен сейчас не предвидится. Напротив, в зависимости от графика оплаты, мы даже предоставляем скейт-кон. Так, ну вот смотрите, человек заинтересовался, хочет купить. Вот достаточно, вот он должен вам перечислить, условно говоря, тысячу евро, чтобы какой-то конкретный, какая-то конкретная квартира была за ним зарезервирована. Да, 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 после... Во-первых, мы проведем обязательно онлайн-показ. Уже построен каркас здания. Да, мы перейдем конкретно в эту квартиру, покажем конкретно вид, отправляем планировки, все это обсуждаем, подходит человеку, нет, для какой цели он приобретает, потому что в этом комплексе можно приобрести как с целью сдачи в аренду, так и для получения гражданства. Вот, здесь, кстати, вот можно два в одном. Это тоже очень хорошо. Для этого надо купить, ну, как минимум, объектов. Да, 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 все верно, но не все объекты подходят под гражданство, потому что у нас в Турции есть такая тенденция, у нас, когда строевая стоимость занижена, этот застройщик имеет возможность показать полную стоимость, и это очень выгодно тем, кто хочет в дальнейшем получить гражданство. Там, конечно, есть свои нюансы, но мы это индивидуально проконсультируем. Вопрос поступил уже несколько, вопросов было по поводу ипотеки и по поводу возможных кредитов. Насколько можно в Турции на это рассчитывать? Или все-таки приходится ограничиваться в данный момент рассрочкой? Ну, я бы посоветовала по возможности пока ограничится рассрочка, если есть такая возможность, потому что, ну, кредит, сами понимаете, это всегда переплата. Если есть возможность не брать кредит, советую воспользоваться рассрочкой, обсудить. Да, но иностранные граждане, да, это реально, конечно, банки работают, можно получить сейчас кредит в лирах, в евро, в долларах, это обсуждается. То есть банкам нужно будет посмотреть, посчитать, что будет выгодно для конкретного заемщика, без проблем. Нужно там совсем большой пакет документов, и иностранный гражданин может получить ипотечный кредит порядка на 50% от оценочной стоимости. Без проблем. А размер в лирах, в евро, в долларах, какая процентная ставка, сможете сказать? Если я не ошибаюсь, 13% в лирах, и 5-6-7% это в евро. Ну, то есть переплата получается весьма-весьма приличной. Да, да, я не очень люблю, да, кредиты, сама стараюсь, даже не стараюсь, вообще никогда ими не пользуюсь, и пытаюсь человек подобрать такую квартиру, может быть, даже там на стадии строительства, рассрочку, и уже кредит брать на финальном этапе, то есть уже действительно, когда комплекс, например, сдан, у нас тоже были такие вот операции, покупаем на стадии строительства, просто человек пользуется рассрочкой, да, полтора-два года идет стройка, и уже на финальном этапе тогда мы уже подаем документы на ипотечный кредит. Лилия, мы немножечко отвлеклись, значит, смотрите, когда начали рассказывать о схеме оплаты, да, значит, вот 1000 евро переведена, это как бы... На какой срок я бронирую квартиру в текущих условиях? На какой срок резервируете? Да, резервирую, да. Ну, вот я и сказала, что в зависимости от плана оплаты и когда человек планирует приехать, мы сейчас зарезервировали, например, за 1000 евро квартиру и прописали в договоре, что остальные там 20% будут оплачены после того, как авиасообщение будет открыто. То есть мы четко прописали именно, скажем, авиасообщение с Казахстаном и с Россией. Вот как откроется, тогда человек привезет эти деньги. То есть он за 1000 евро забронировал квартиру до неопределенного срока, так сказать. Подождите, а почему вы сказали 20%? То есть, в смысле, следующие 20% он должен... Следующие 20%, да. То есть 1000 евро нам перевели. Вот у нас была сделка 3 дня назад, мы подписали договор. 1000 евро нам клиент перевел, а остальные 20%, потому что уже комплекс почти на финальной стадии строительства, поэтому остальные 20% либо переведет, либо привезет уже на тот момент, как будет открыто авиасообщение с Казахстаном и с Турцией. Окей, смотрите, 1%, 20%, еще нужно будет платить 79%. Вот реально в этом случае на вот эти 79% насколько они разбиты платежей? Например? Мы разбили на год. И, наверное, каждый месяц... Но это в индивидуальном случае. Это в индивидуальном случае. То есть, если это готовый объект, обычно на готовый объект давали до 6 месяцев. На вторичном рынке дают рассрочку до 1-2 месяцев. Но мы не советуем на вторичном рынке брать очень длинную рассрочку. То есть, в зависимости от объекта, от его стадии строительства, если это готовый объект, то мы индивидуально обсуждаем каждый график оплаты. Все обсуждаем индивидуально. И сейчас застройщики идут на уступки нашим покупателям. А почему вы сказали, что на вторичном рынке вы не советуете? Ну, потому что это физическое лицо и есть риски. Потому что даже нотариальные продажи и никакие доверенности не подтверждают право собственности до того момента, пока человек не получит таком. И если что-то случится с собственником, даже если есть, скажем, нотариальный договор и какие-то запреты поставлены на квартиру, пока человек не передал право собственности, мы все под риском. Нет никаких гарантий, понимаете? Поэтому мы советуем, чтобы на вторичном рынке как можно максимально быстро были закрыты сделки. Не дай бог что-то случится с человеком. Здесь, конечно, очень хорошо работает законодательная база. Но это придется судиться потом в дальнейшем с наследниками и так далее. У нас просто был такой случай уже на моей практике, что были небольшие неприятности собственникам. И мы очень долго разруливали весь этот процесс. Физическое лицо, с ним всегда очень сложно работать. Понятно. Лиля, был такой вопрос. Коллега ваша частично на него ответила. Давайте и прошу вас ответить. Вопрос был, особенно, очень общий о текущих ценах, если мы говорим об Алании. В целом, тут вопрос вот какой. Действительно часто говорят, что Турции не очень принято говорить о цене за квадратный метр. Немножко просто другие правила. Но давайте говорим об абсолютных цифрах. Вот сейчас о каких цифрах можно говорить? Несколько примеров. Что-то бюджетное на новостройке, на вторичке в не самом центре Алании. Может быть, Марк, Тель, Оба. Ну, там разные районы. Давайте. Ну, действительно сложно сказать стоимость квадратного метра. Почему? Она начинается порядка 400 евро. Где-то плюс-минус, я могу сказать. То есть плюс-минус 400-500 евро и выше. Потому что у нас вся недвижимость дается с отделкой. И от этого тоже зависит стоимость. От места расположения комплекса, от вида из окна, какая инфраструктура в комплексе, какая отделка в квартире. Это все влияет на стоимость квадратного метра. Поэтому очень сложно сказать, но начинается примерно 400-500-600 евро. И выше, соответственно, цены очень разбросаны. Есть квартиры за 30 тысяч евро 1 плюс 1, есть квартиры за 130 тысяч евро 1 плюс 1. Все не расположены в одном районе. То есть вот такой вот разброс идет стоимость цен. Но давайте вот, Ирина, ответим на вопрос Ирины, ответить прямо вот в лоб. Назовите недорогую, среднюю и дорогую по цене недвижимость в Алании двух-трехкомнатной квартиры. Вот дешево, вот давайте дешевый вариант. И что это может быть? 2 плюс 1 можно купить на вторичном рынке от 45 тысяч евро. Это та квартира, в которой можно проживать, так сказать. Есть дешевле, но я не советую. Это уже, знаете, такой старый фонд, который там, возможно, пойдет под снос, и когда-то там собственник, может быть, получит хорошую квартиру уже с хорошей отделкой. Такие тоже есть, кстати, у нас покупатели, которые покупают с этой целью, знают, что у нас идет сейчас программа реновации, покупают в старых ветких домах и ждут, то есть им не к сверху, ждут, когда дом будет снесен и получат потом новую красивую квартиру-конфетку. Но если вы хотите проживать, то более-менее нормальная квартира 2 плюс 1, 45-50 тысяч евро. Но, опять-таки же, это на вторичном рынке не совсем новый дом. Если красивую квартиру, которая будет приятно вам проживать и вашим близким, то она начинается 2 плюс 1 порядка от 60-70 тысяч евро и выше, соответственно. В элитных домах 2 плюс 1 нужно купить от 150 тысяч евро. Пошел в одно, сразу отвечу, хотя мои коллеги тоже уже ответили на этот вопрос. Безусловно, мы запись этого вебинара отправим, причем у нас просто будут все вебинары отдельно, то есть отдельно. С Испании, с Мариной отдельно с Лилии будут отдельные файлы и, соответственно, результат мы получим. Пару слов о виде нажительства. Какие права дает вид нажительства в Турции? Вид нажительства, в принципе, дают все права, кроме как права голосования, и не дает права на работу, разрешение на работу. Но с видом нажительства можно посещать по турецким ценам исторические места, потому что они у нас платные. Если просто турист приедет в какой-то музей, он заплатит больше, чем человек, который заплатит с видом нажительства. С видом нажительства разрешено посещать бесплатные поликлиники. У нас в каждой семье есть личный доктор. То есть везде у нас сейчас открыты поликлиники, и действительно это очень такая хорошая система, и она введена не так давно. Вот кто имеет вид на жительство, может посещать поликлинику бесплатно, абсолютно, и его также близкие родственники, например, там дети, муж, мама, папа тоже. Далее, что после 65 лет пенсионеры могут получить бесплатный проезд по виду на жительство. Также с видом на жительство можно устроить ребенка либо в детский сад, либо в школу. То есть вот эти преимущества дают вид на жительство. Ваш личный опыт, тем более вопрос был такой, если мы говорим о образовании. То есть все-таки в Турцию, ну так, более основательно. Да, постоянно, да, для ПМЖ. Вопрос образования для подавляющего большинства людей, к счастью, актуален, да, то есть в двух словах, как вы оцениваете его уровень и вот какие, если здесь существуют, то есть общая образовательная школа или какие-то платные, как бы вы посоветовали решать это? Есть у нас и очень хорошие платные колледжи, есть русская школа, она у нас расположена в районе Кестель, есть русский детский сад, есть русская школа, есть турецкий очень хороший колледж, который с радостью принимают иностранцев. Там их, кстати, очень много. Государственные школы ничем не хуже. Я вот вам могу дать просто свой личный пример. У меня дочке 13 лет. Мы ходили, начали сначала с частной школы. Ну, мы попали в него в очень хороший период, там менялась управляющая компания, и мы, так сказать, немножко разозлились на них и решили попробовать государственную школу, провели статистику, конечно, посмотрели, какая школа занимает первое место и перевели ее в эту школу. Я очень довольна, потому что сейчас мы сравниваем обучение в частных школах и вот в нашей государственной школе оно ничем не отличается абсолютно. Единственное, что минус в государственной школе, что не так относятся внимательно к детям, которые не знают турецкий язык, то есть они на это внимание особо не обращают. В частной школе, конечно, будут этого ребенка лелеять и давать им какие-то дополнительные занятия, будут они заниматься с репетитором и так далее. В государственной школе этого вам как бы не дадут, поэтому у нас многие наши клиенты, кто переехал на ПМЖ, воспользовались, скажем, пару лет частными школами и потом перейдут в государственные школы и остались тоже очень довольны. То есть тут уже как бы на ваш выбор можно в русскую школу отдать. Если мы говорим про государственную школу, тем более у вас есть опыт, все-таки какие предметы, может быть, вы бы выделили особо со знаком плюс, какие со знаком минус, то есть чему учат в школе, чему учат лучше, с языками как там, я имею в виду, каким языком учат? В частном школе самый-самый большой плюс это то, что там уделяют большое внимание иностранным языкам. Немецкий, английский и в основном преподаватели это носители языка. В государственной школе это, конечно, минус. Мы берем частные уроки иностранных языков и русского, и английского, потому что там очень мало выделяют часов. Но потом это все можно делать удаленно, в конце концов. А именно система обучения мне очень нравится. То есть действительно ставят реальные оценки, очень хорошо следят за успеваемость ребенка. В нашей школе очень хороший директор, который, так скажем, во-первых, он у нас Ататурчу, это, можно сказать, очень уважает принципы, которые ввел Ататурк в Турецкую Республику и идет по этим правилам, то есть у него это видение. И мне очень нравится, мне очень подошла эта школа, моему ребенку подошла. Она, я даже, у нас была беседа, если хочешь, может, переведем тебя в частную школу. Она даже не согласилась. Она сказала, мне все очень нравится. Действительно, нет этих завышенных оценок в частных школах. Такое мы иногда видели. Вот. Также спортивные секции у нас тоже, у нас соревнования были по баскетболу. Мы состоим, моя дочь состоит в сборной баскетбола. То есть, как бы, все нормально. Окей. Просто языковой барьер может быть для иностранцев, поэтому, конечно, лучше сначала начать, даже если потом хотите в государственную школу, лучше начать сначала с частной школы, а дальше уже будете смотреть. Лилия, ну, ежели будут вопросы, мы в частном порядке, поэтому к вам обратиться можно будет, если что. Обязательно, я с радостью проконсультирую. Обязательно. Контакты компании с LTOP Real Estate мы обязательно опубликуем в чате. Просто еще пока пара вопросов, которые пришли. Сумма арендной платы и коммунальных платежей в месяц за небольшую квартиру в Алании. Давайте, с одной стороны, сколько можно получить за большую квартиру, и совсем другая история, а сколько, за сколько можно снять. Как купить и как продать, как говорят. Как купить и как продать. Опять-таки, стоимость аренды будет зависеть от самой квартиры. Где она расположена, в каком комплексе расположена стоимость, до пандемии, я сейчас буду называть цены. То, что будет уже после пандемии, посмотрим. Наши все клиенты, которые сдают квартиры, они готовы, открыты к обсуждению стоимости на сегодняшний день, поэтому цены могут меняться в зависимости также и от срока снятия, сдачи квартиры. Но до начала пандемии у нас стоимость была от 600 евро, то есть 20 евро в сутки и выше. Эту сумму получает наш клиент. Если мы говорим о коммунальных платежах. Коммунальные платежи, значит... В общем, их можно размер. Ну, при въезде в квартиру, это если говорить сейчас о арендаторах, я правильно понимаю, то нужно платить только заводу и электричество по счетчику. Айдат оплачивает собственник. Больше расходов никаких абсолютно. Если вы имеете в виду продуктовую корзину, если это так, то расходы только заводу и электричество, а не по счетчику. Окей. Ну и тогда вопрос про ваши услуги. Кто их оплачивает, продавец или покупатель? Если покупатель, то сколько это составляет? Сразу видно. Мы работаем без процентов для покупателя. То есть, какая сумма у нас заявлена на сайте, то есть для квартиры, там, если она стоит 50 тысяч евро, нам покупатель ничего не будет должен. То есть он приобретает за 50 тысяч евро и даже если есть возможность торга, то мы всегда на стороне покупателя. Мы работаем без процента для покупателя, без комиссии для покупателя, потому что у нас взаиморасчеты либо с собственниками, либо с застройщиками. Плюс мы имеем очень хороший бонус с застройщиками за счет того, что у нас очень большой идет оборот продаж. И мы их используем в пользу покупателя. Большой оборот продаж это отлично. Ну что, Лилия, спасибо вам огромное. И вам большое спасибо. Компания Altop Real Estate. Ну, будем надеяться, что удастся нам в этом сезоне все-таки полакомиться средиземным я думаю, что удастся. Мы вас очень ждем, всех очень ждем. Алания готовится к сезону активно. Кстати, реально готовится, вы видите? Реально готовится, потому что да, уже я смотрю, даже некоторые ресторанчики так открыли, начинают там шуршать, где-то там подкрасить, что-то делают. Улица у нас засаживается цветами. Давайте так, вот если бы вы не знали, что, ну, есть этот кризис, связанный с медицинскими всякими вопросами, вышли бы сейчас на улицу, по каким параметрам вы поняли, что что-то не так? Вы знаете, у нас после того, как 4 мая объявили, что у нас начинается немножко послабление мер, мне кажется, что даже у нас пандемии никакой нет, у нас настолько много сейчас машин на улице, люди все просто обычные, в маркетах очень много людей, просто они работают, рестораны, закрытые рестораны, сейчас кафе, ночные бары, торговые центры откроют 11 мая, но мы этого очень ждем, и также там парикмахерские открываются, я думаю, что мы уже на следующей неделе потихонечку вернемся в старую нашу жизнь, привычным нашим днем. Дай бог. Итак, дорогие друзья, спасибо большое, Лилия. Спасибо, Филип, тоже. Была очень рада пообщаться с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова